Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Я вам обещал рассказать о певице Максим, а начну немножечко с другого, а именно жизнь это постоянное самообучение и тот кто может в ней обучаться, тот достигает успеха. При этом для самообучения не обязательно посещать там школу, да, все мы посетили школу, некоторые даже институт окончили, но у кого-то получилось лучше, у кого-то получилось хуже. Меня всегда интересовало, а почему это происходит? Я начал присматриваться к разным явлениям, окружающим меня. То есть в жизни каждого человека огромная масса всевозможных, будем говорить, обстановки, информации, окружения людей, у которых можно поучиться. Очень важно это сделать. Я вам расскажу вот о своем опыте и как я вижу вот ситуацию с Максим. При этом, чтобы познакомиться, знаете, не запутаться вот во всем этом, а я буду ссылаться там на ее интервью, чтобы больше не по слухам, а был ее голос там, допустим, на раз что-то сказала, а у меня ага, что-то там такое возникло. Вот, я всю эту информацию, которую знаю о творческой личности Максим, я решил разделить, подразделить для себя на первое, что сделало ее известным, то есть на творчество, вот такой вот блочочек сделать, о творчестве разобраться, что ее сделало таким творческим человеком, и она достигла там популярности. Второе, это у нас, вот как раз я тут и написал, причина ослабления здоровья. Такой блочочек был, причина ослабления здоровья, потому что мы не знаем всей ситуации, вот заболела, как-то для нас кажется, что это все неожиданно заболело, как так? Молодой человек, 38 лет, и на тебе, оказался там при смерти. Третий блочочек будет посвящен, можно так сказать, механизмам выздоровления, которые использовались для того, чтобы выйти из этой тяжелейшей ситуации. Что там случилось, как произошло, откуда пришла помощь? Вот лично для меня это важно понять. Вот эти все истоки, и поэтому начнем с блока номер один. А перед этим, конечно, я рад, что ей удалось выкарабкаться, и сейчас она находится на восстановлении. Ну, здоровья и процветания. Я уже говорил, что как-то мы встречались на моей передаче, сфотографировались. Очень такая интересная личность. Еще тогда мне это все как-то, знаете, вот приглянулось. А сейчас я вот хочу, опять-таки, на вот разборе вот этого примера, в первую очередь, для себя. Вот как я понимаю? Вы можете понимать по-своему, каждый человек будет понимать по-своему. Вот разобраться во всем этом. Максим родилась в Казани, в семье обычных людей. Папа там автослесер, мама в детском садике, там воспитателем. И, казалось бы, ничего так особо, знаете, не предвещало. Это всегда такое бывает, когда, не понимаешь, у каждого человека за спиной большие наработки. Вот так я прямо скажу, в прошлых жизнях. И они начинают реализоваться. Плюс у каждого своя собственная энергетика. И вот как раз у Максим очень мощная энергетика. Мощнейшая энергетика. Слушая ее интервью, которое она давала Ксении Собчак, там прозвучала такая фраза. Несмотря на то, что я такая вот вроде как маленькая, хрупкая женщина, энергетика у меня настолько огромная, что я могу ею освещать целый город. То есть только могучая энергетика, а это уже как следствие наработки в прошлых жизнях, позволяет человеку независимо самореализоваться. И вот несмотря на то, что семья простая, но человека потянуло именно вот в этом направлении. И не просто потянуло. Там пошла огромная работа. Я не раз говорил, важно не изменить мечте детства, мечте юности. Но обычно у нас детство начинается. Вот если человек решил кем-то стать, а потом в угоду чему-то, вот взрослая жизнь, все это поломалось. А тот человек участвовал в конкурсах в школе, пел, участвовал в ансамблях, ездил там на разные конкурсы, посылали. И учился вокальному мастерству в одной группе там самостоятельно. То есть все свободное время уже ребенок, ребенка уделялось на то, чтобы произошло нужное самообразование. Видите, как некоторые люди понимают это. Получают нужное самообразование и начинают уже дальше реализацию. Естественно, реализация деньги позволяют нам жить той жизнью, которой мы хотим. Для того, чтобы их получать, надо что-то сделать, надо создать какой-то продукт. И вот как раз люди, а именно Максим, творческие люди по-настоящему, с хорошей мощной энергетикой, начинают реализоваться. Они создают, почему говорят, бренд. То есть человек настолько в себя вложил много самого различного труда, что он действительно становится уже продуктом этого труда, который начинает зарабатывать деньги. Плюс, что он, значит, делает какое-то дело. Ну, допустим, как Максим это сочиняет музыку. Она так и говорит, по музыке у меня получается лучше, нежели по словам. И важно найти поддержку в семье. Видите, мама как-то не особо там ее поддерживала. Зато отец ее поддерживал, возил туда-сюда. Это очень важно. Когда еще взрослые тебя поддерживают. И вот он восхищенно говорил, как это здорово у тебя получается. Не у всех людей это получается. Ну, вот не у всех людей. Я смотрел фильм «Рокетмен» про Элтона Джона. Ну, будем говорить, несколько схожая ситуация. Мальчик талантливый. Вот он услышал что-то там по радио. Сел на рояльку раз и сыграл мелодию. И уже бабушка его потянула. О, слушай, да у тебя же талант есть. Надо его развивать. Это очень важно увидеть у своих детей талант. И вместо того, чтобы его задушить, будешь там бухгалтером или еще кем-то, а позволить ему развиваться. И вот как раз Элтон Джон пришел сдавать экзамены в такую королевскую академию. А там как раз педагог играл какое-то сложное сочинение по нотам. Женщина. Раз, 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 раз. И он зашел, она как раз играла. Говорит, это ты, Элтон? Да, это я, Элтон. А что ты, говорит, ноты не взял? Ну, я так сыграю, мол. Она говорит, ну, садись, сыграй что-нибудь. И он начал играть то, что она только играла. То есть на слух. Он это все уловил на слух. Играл-играл и остановился. Она говорит, продолжайте, что ты остановился. Она говорит, а вы дальше не играли. Так точно и у Максим. То есть у человека есть талант преподнести мелодию, голос и тему вот особым образом. Потому что, допустим, Ксения Собчак ее спрашивала. Ну, как же, мол, так? Вот в 13 лет ты такую сложную песню там пела, там, босикон, я к тебе там прибегу под дождем, например, вот такое вот. Я пела, не задумываясь над смыслом. Я просто вот делала, как бы сказать, грамотно свое дело. Музыка, интонация, подача. И это сыграло. А не то, что какой-то смысл вкладывался. И вот благодаря таланту, помноженному на труд, ей удалось сделать продукт. И более того, как раз она говорит, что я очень люблю вот там драйв, люблю вот эту энергетику, люблю, значит, адреналин. То есть мне нравится выступать перед аудиторией, получать от нее энергетику и давать. Если у человека имеется энергетика, такая мощная энергетика, то к такому человеку тянутся. Они невольно, то есть люди обычно, большинство людей с пониженной энергетикой, ну, лучше так сказать, со средней энергетикой. Но когда они ощущают более мощную энергетику, это уже как бы их зачаровывает. И вот как раз вот этот феноменчик, это я так считаю, и проявился у Максима. Итак, мощная энергетика, независимые такие черты характера, самостоятельность в выборном пути, исследовании им. Она как раз и говорит, я когда вижу цель и понимаю, как это достичь, я тут жесткая. Я не слушаю других людей, которые мне говорят, вот так сделай или еще как-то. Ну, не хватает у них, как бы сказать, вот того, что есть у ней. И они могут просто-напросто человека сбивать. И говорит, действует это жестко и так, как считаю нужным в достижении успеха. Вот что касается творчества. Еще разок можно подчеркнуть. Это энергетика с рождения хорошая. Не просто хорошая, а отличнейшая энергетика. Далее, на основе вот этой вот энергетики, независимость, независимость материальная, независимость в суждениях. Она все делает по-своему. И плюс, естественно, труд. Огромный труд, который позволил ей в финансовом плане стать независимой. Приобрести там, как раз спрашивают, вот у тебя что там, это твоя квартира? Она говорит, да, это моя квартира около 500 метров. А внизу еще у меня одна квартира такая же. И плюс там, дача. Что тут сказать? Человек своим трудом, своим умом всего этого достиг. Вот эти вот рещишки, которые я вам рассказал, он лично для меня, имеют вот большое значение, что сделала Максим популярный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok